День приветствуем вас всех из Киев Киберспорт-арены. Продолжаются отборы на Интернешнл, последний регион. Второй день отбора, все три дня осталось до конца. Мы будем знать уже всех участников Интернешнл, всех, кто поедет в Сиэтл. Ну и у нас продолжается веселуха, девятый раунд матч. Нас ждет прямо сейчас. И давайте глянем для начала турнирную таблицу, точнее расписание матча, который мы видим в девятом туре. На нашем первом стриме Релакс сыграет с АВР, на втором стриме Икс Гейм сыграет против ХХ Юнайтед. На стриме под номером 3 Рокскис сыграет с Пауэр Рэнджерс, и на стриме под номером 4 Мидью Мейкерс Маус. Но, правда, матч на третьем стриме не начинается пока, так же, как и на четвертом, потому что до сих пор, до сих пор играется матч Коуст против Пауэр Рэнджерс, так что будут у нас маленькие задержки. Но я думаю, команда их быстренько догонит. Вот на турнирной таблице 7-0 Рокс, 6-0 Маус, Коуст пока 4-2, Виртус Про 4-3, Икс Гейм 3-3, ПР тоже пока 3-3. Могут они сейчас догнать Виртус Про и Коуст, или Мономаньяков, если сейчас все-таки выиграет ту игру, там очень тяжелая игра идет. Смотрите трансляцию, если вам интересно, на нашем четвертом канале. Там более 23 тысяч людей смотрят тот матч, болеют за ПР. Ну а дальше у четырех команд по 1-5. И именно разборки двух из этих команд мы сейчас с вами будем наблюдать. Самая лютая катка из всех. Самая лютая катка. Правильных стримов. Да. Стресс Хакон, Роджер Лолик, ну и не Ямаха. Мы все еще не поменяли титр. К сожалению, после прошлого Старладера играет Сема Зе Слеер вместо Ямахи. Ну и против них Крейзи, Винкс, Дредд, Йоку, собственно, и Шачло. Вот сравнение этих команд. Ну видимо, у АВР 0-5. А почему? Еще, видимо, матч не посчитал. Не обновилась статистика. У них уже 1-5 выиграли, а не у Хэхэ Юнайтед. Эти ребята, может, там как-то что-то там глюкануло и просто не верит наша система в то, что АВР могут выиграть. Вообще, в принципе, да. Статистика схожая у команд. 13 фрагов в среднем. 22 смерти у Релакс, 27. У АВР ассистов тоже приблизительно ровно. Ластхиты чуть повыше у Релакс. Ну, в принципе, игра, которая уже, в принципе, ничего не решает. Ну, что все эти команды, у которых 1-5 уже лишились всех шансов на попадание в плей-офф. То есть, как АВР, так Релакс, так Шеймум, так же и Хэхэ. Эти команды уже точно никуда не попадут. Ну, и вот давайте смотреть, собственно, на матч АВР Релакс. Просто, чтобы порадовать своих фанатов. Да, просто, чтобы порадовать своих фанатов, постараться победить. Ну, и я думаю... Должна быть интересная дотка. Ну, почему бы и нет. Да, когда командам терять нечего, они начинают уже играть спокойно, на слабончике, да, исполнять то, что они умеют исполнять. Интересные пики, может, какие-то продемонстрируют. У нас в прошлой квалификации, когда там PUBG возникали напоследок уже там от CNB, так что вполне возможно, что такое у нас появится и здесь. Да, инвокер Кентавр от Релакс, тренд протектор Патма от АВР, первых два пика. В банах у нас Висп, опять-таки Бэтрайдер, на этот раз Ликантроп и Дарксир, поэтому дерево в пике. Ну, Бэйн с Вайпером, также и Шедоу Демон с Рубиком улетели, сейчас мы ждем третий пик от Уинкса, что он возьмет для команды Релакс. А пока уже два хороших пика есть, инвокер Кентавр. Да, такой ДК пик. Соло позиции известны, осталось три плюсия набрать, сейчас какой-нибудь пожестче. Такой толковый, ну можно с Аксом, любят же эти ребята играть с Аксом. Давайте берем Акса и все, вперед к победе. Почему бы и нет? Это же весело. Акс это всегда весело, и я думаю, прекрасно понимают это и Релакс, и Ауэр Гейминг. Ну, АВР уже после вчерашнего дня, после нуля, все там кричали, ой, первая команда, которая ничего не выиграет. Ну, АВР уже одну игру выиграли, в принципе, уже круто. А они могут закончить на топ-7? Ну, да, в принципе, могут закончить на седьмом месте, если повыиграют все матчи. А там кто его знает еще, там, может, там, не знаю. Next 3 все проиграет, и будет даже топ-6. Да, вполне. Так что надо выигрывать, почему бы и нет. Впечатление о себе оставлять, квалификация International, очень-очень-очень массовый такой турнир. Очень много зрителей, организаторы всех профессиональных турниров, конечно же, следят за командами, и все это можно заслужить, инвайт себе на другие турниры, показывая интересную, веселую доту. Ну, им Disruptor Shaker, шикарно. Кстати, вот там показывают статистику троечки Trend Protector, Witch Doctor, Patma. Ого-го-го. Офигительная статиста. Вот это да. Patma и Trend Protector 73% winrate, Trend Protector Witch Doctor 65%. Это только для этой команды или вообще? Нет, это вообще. Вот все время, когда мы смотрим на связку трех персонажей, все время витрит какой-то слабенький всегда получается. Да-да-да, а тут просто 85%, 6 из 7 побед. Нет, ну просто невероятное количество хила, и вот этой триплой надо идти на сложную, это 100%. Но против Disruptor Shaker будет весь. Ой-ой-ой, Shaker by Relax, да ты что? 100% winrate уже у Shaker by Relax. Где же он был раньше, ребята? Да, почему мы заранее брали до этого, предыдущих матчей? Эх. Чудо-герой. И кто на нем будет играть, посмотрим. Будем надеяться, что Dread. Dread на Shaker, и его еще со времен DTS 2010. Да, и вот он, Dread. Это его 100% Shaker. 4-2 смерти, 4-2 смерти, 4-2 килла и 14,2 ассиста. Просто везде 4-2, везде 4-2. Просто везде 4-2. Dread готов, готов, разваливать будет просто на ура. Ну вообще мы видим, что это winrate полный Dread, не самый большой, 67 матчей он сыграл со стаеком кандир и Lux, вот смотри, на Shaker 100% winrate, на Sunking 80% winrate. Вот дают ему какой-то разный шлак, и поэтому и проигрывают. Получается, что он один вообще выигрывает, а команда его все время проигрывает. Ну что, четвертый пик АВР. Давайте что-то интересное. Авара Гамминг. Ашари. Ашари, ну или Ашари. Назвайте, как это честно. Ашари Гамминг вообще звучит просто на ура. У нас пока взяли АВР себе в мид. Ну и что они возьмут в легкую? Потому что я все-таки думаю, что пойдут триплой в сложную здесь АВР. Ну, пока неизвестен еще Керри Герою. Релакс это очень сильно решает сейчас. Я вообще, конечно, взял войду какого-то. Опять же, тот самый ДК-пик. Все-все прям. Для того, чтобы этого войда пикнуть. Ну, мы видим, что инвокер с Shaker и с Disruptor ни разу не пикались вместе. Shaker с Disruptor 0% winrate. Это прикольно просто. С Shaker туда прыгаешь. Прыгаешь, он начинает там вкастовывать, там еще что-то там. Потом Disrupt. Его просто глимпсом обратно и все. Жив-здоров. Да, целый орел. Минус Morph, минус Бримастер у нас. Да, Керри и Мидера убрали обе команды. Ну, давай, Виндекс. Войда хочу. Вот Войда я еще не видел в этих квалификациях. Ну, в европейской. Не, ну, Войд, Шейкер, Disruptor это как-то так себе. Как-то вот так себе. Надо что-то очень крутое. Что? Не Bloodseeker. Да, Дру Рейнджер тоже. Дру Рейнджер круто, да. Тут есть кого-то с гастами откидывать и так далее. Луна. Луна. Попроще вариант, тоже круто. Ну, Рейнджевой хороший вариант на Триплу. Ну, и Ауэр Гейминг. Что пикнут они? У них еще целая минута времени есть. Надо взять что-то в легкую. Против Кентавра. Да. И задумались о Войре. Какой-то Дум, наверное, здесь был. Весьма неплохо был. Дум? Ну, вообще, да. Дум практически везде неплохо заезжает. Идеально, конечно, взять Дарксир, но Дарксир, к сожалению, нет. Да, Дарксир в легкой было бы очень круто. Но мы понимаем, что в первой стадии Бановича ушел этот герой. Если бы он не ушел, то он был бы давно уже пикнут. Да, в первой стадии кем-то. Я смотрю, уже 63-я минута в матче Power Rangers против Коуст. Там полутора сторон нет у команды Power Rangers. И продолжается там просто невероятная веселуха. Цепились они в эту карту. Все-таки Дум, ты был прав. Да-да. Ну и что, мы готовы смотреть. Опять-таки напомним, что я одной и второй команды 1.5 стада. Не самый великолепный стад, но... Это StarLadder. А, говорит, это International. Ну, StarLadder, да ладно. 1.37 коэффициент, вы видите, GamingBets дают на команду Relax. На VR 2.67. То есть, букмекера больше верят все-таки в Relax. Ну, давайте смотреть, как же закончится эта игра. Кто же останется победителем в этом матче? Смотрите, как закончится. Как начнется. Вот как начнется, так будет. Как начнется, да-да-да. Роджер играет на Вич-Докторе. Лоликс играет у нас на паке у Авер. Хакон будет играть на Думе. ESVC, ESL, WCD пишет. Это что это? Зачем? WCD? WDC, может, он имел в виду. Про Дреда. Про Дреда, да. Нет, ну Дредд не взял то, что мы хотели. Он не взял R-Shaker. А, ну все, тогда здесь проиграли. А как, например, Винды сыграет на R-Shaker? Как Дредд играет на Дизрапторе? Это, видимо, не сегнатурный его героин. Пошел дальше. ВПЦ, ADL, D2CL. Я не знаю, что они там пишут. Турниры, где они не выигрывали. Ну, нет, Дредд выигрывал. А вот остальные вряд ли. Да, Винкс играет на Шейкере. И Дредд будет играть на Дизрапторе. Я не знаю, зачем они так сделали. Но да ладно. 33% фенрейт. И неужели в легкую пойдет трипла? Да, в легкую пойдет трипла. Действительно, трипла пойдет в легкую. У команды Relux. Но в сложный побежит на Skintower. А здесь Doom пока в сложной. И да, будет у нас трипла, трипла и так далее. Письоны пошли на мини-карте. Нормальная СНГ Дота. Нормальная, да. Все, что там International, СНГ Дерби. Ехала, нормальные катки. Никто особо не расстраивается. Действительно, все очень интересно. В гранд-финале Relux против ВВР и писюны такие. Да, поехали. Шесть с половиной миллионов долларов США. Уже шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч. Скоро будет шесть-семьсот. А там уже и очередной Mailstone шесть-семьсот. Неплохо пошла жара. Так, Лолик в миде будет стоять против Крейзи. Будем мы за этой линией пристально следить. Снизу мы видим пока Соло Луна против Дума. И Дум не видит саппортов, поэтому не знает, что ему делать. Саппорты сами не понимают, что им делать. Дред бегает туда-назад сейчас. Возле своего Т2 Тавра думает, так вообще, куда мне, ребят? Ну и вот сейчас иллюзия Дума палит Винкса. Это неопределенность. Иллюзия Дума тут уводит крипов на себя. Классно, Поль. Как медведь прям. Да-да-да, неплохо. И крипов уйдут. Виндекс может переградить им дорогу, на самом деле. Они останутся и будут стоять просто, разве что иллюзии поумирают. И они все равно выйдут туда, куда надо. Да, как он на себя уже агрит. То есть и вот не было смысла в этой абсолютно фиссуре. Виндекс не знал, просто последний аптейк, поэтому. Да, он думал, что они пойдут вниз, но все равно крипов уходят по Тавру. И в итоге только потрачено мана Виндекса. Ошибочка, ошибочка. И Дредд пошел просто по Тавру. Говорит, буду тебя бить. Ух ты, что за Денайл, Дредд. Жесткий. Да, согласен. То, что надо. Но Дум в любом случае убил четырех крипов. Есть у него второй левел. Скоро будет уже и третий. Есть у него кушать крипа. Есть у него горящая земля. Будет убегать. Так что, в принципе, тут у Дума все ок. Ну а на топе у нас стоит шачло на Кентавре. И ему здесь не весело. Потому что тут трипла тоже такая довольно активная. И вот ты смотри, пошел первый ганг уже от суппортов команды АВР. Сильный дабл, да, действительно могут они гангать. Опять же, дерево, дерево, которое у нас везде практически появляется. И постоянно тоже роумит и защищает своего керри героя. Универсальный такой суппорт стал. И снова мы видим его в экшене. Да, действительно, если раньше мы его видели тупо в лесу и все, то сейчас мы видим, постоянно нападает. Вот инвокера Лолик сейчас на себя немножко сагрил. Если инвокер еще подойдет, но тут мы видим не очень удачный момент. И нападать сейчас тяжеловато. Ну и вот какая-то вот такая вот атака идет. Но еще не закончился. Ой, колл снэп и стресс прям по таверам. Боже, ферст блата, крэйзи. Раш 3д ганг. Просто. Супер. Ну нормально, крэйзи, красавчик. Ну и вынужден один теперь бежать. У нас куда-то мечтал кто? Ты сейчас будешь вынужден на один эту игру комитировать. Просто после таких мулов. Номинальных. Отличный герой дерева. Гангирует. Там Хакон, кстати, перерезали дорогу. Хакон выиграл себе деревце. Проход на него зайти не может почему-то. Ему что-то мешает. Шейкер. Шейкер должен стопить. Там проблема у Йоку. Кстати, летают банки. Йоку. Йоку чуть проседает. Хакон разворачивается. Хакон. Йоку заработал фраг, но Йоку здесь должен погибать. Нет. Хороший был тут вот Кинетик Филд. Не попустил Вич Доктора. На хресте же, Роджер. Давай, давай, давай. Побежал этот Вич Доктор. Такой сейчас кого-то... А Йоку-то уже отпился и может разворачивать еще раз подраться? Нет? Да. Но в итоге сейчас стал 2-0 пользу Релакс. Ну и пока мы видим, что саппорты команды АВР помогают больше врагу, чем, собственно, своей команде. Чудесное начало. Просто один из лучших ферсбладов. Действительно, просто в хайлайт. Крейзи стоит и не понимает вообще тоже, что произошло. Говорит, ребят, я же только... Нет, нам надо с этим завязывать. Ну, просто ведь у меня... Подожди. Каким образом? Соло Кентавр. Два вопроса, как и почему. Да, все. Как можно убить Патму? Как можно Патмо умереть от Соло Кентавра? Сёма, Зеслея. Атака на Йоку тем временем. Йоку проседает, лич сит, Йоку, фисурка... Ай, поздновато. Да, поздновато. Фисурка, если бы раньше дал и перегородил, как-то, может быть, Йоку бы еще выжил. Но, в любом случае, есть первый фраг от команды Ауэр Гейминг. Крэйзи, по ХП с Лоликом обменивается. Приходит Фоджи Спиритов, хочет добить Лолика. А есть ли у нас какой-нибудь шальной Санстрайк? Ну, а что он сейчас сегодня это? А нет, Вижена, да. Нет, Вижена. Да какая разница, вслепую бы пытался засадить нам в Лолика. Но только не получилось. В лесу. Виндекс хороший. Роджер. Роджер за Виндексом до конца. Полетели каски. Один раз только отстанет. Амаледик? А, не качал. Нет, амаледик-то он не качал. Гонит его довольно серьезно. Тапка нет у Шейкера. Но далеко не побежал Роджер. Понимал, что убить все равно вряд ли получится. По Т2 тавер лезть. Сейчас то же самое будет, что при Форсбладе. Да, Крэйзи в миде 18-11. Лолик 19-2. У Крэйзи дела идут действительно намного лучше. Плюс к тому же ему привели Форсблад сюда. Сейчас привезут еще даблкил. По всей видимости, сзади какая-то атака началась. Так, мут Крэйзи есть у него колдснеп. 2-3 у него перекачечка. И вот просто ждет Крэйзи уже врыва на него. Так, Крэйзи. Не отправляет никого. Пытается Лолик его прохарасить. Очень непалевно так Лолик харасит. Нет, дерево все-таки из Вич Доктора ушли. На те же грабли вставать они стали. Ну это правильно, наверное. Наверное. Сейчас очень далеко отсюда Уинкс. И очень хорошо можно зайти. Без Виндексом надо нападать. Луна, в принципе, Дисраптор вряд ли защитит. Хотя может защитить. Так, полетели каски. Опять-таки, отлетают они только Вич Доктора. Луна живет. Ну и что, надо ставить Кинетик Филд Дредду, если поставил бы хороший Кинетик Филд. Будет Глимс. Глимс, Глимс, Глимс. Дредд, нет? Вот, хорошо, Глимс. Ставить Кинетик Филд. И Луна. Вьет Хакона. Где Шекер? Шекер в миде. Да, как ты говорил. Ой-ой, Роджер! Лол, как он под этот бим поотставился жестко. Кентавр уже ультанул. И просто бегает Луна в толпе. Засунули ей семечку в лицо. На развороте по стрессу еще один бим. И еще один выстрел по стрессу. Йоку подбегает. Там, тем временем, Тринд Протектора убивает. Ну да, Тринд Протектор погиб. На него дотикало. Ну и здесь Дум, кстати, убил Луну. Да, Левл Десом. Второго уровня. Фейзеси покупает. 5-2. Интересный файт у нас получился. Да, ну так на ЛУХП все, по сути, были. Но в итоге на топе там Кентавр опять забежал на Луну. Вел в итоге криповывать сюда. На топ-стой пошелся Роджер помогать. Что-то красавчик. У него тракфил буты тысячи манят сверху. То есть он к даггеру очень быстро. Да, да. Ну вот такие фраги. Сейчас его толпой будет гонять. Сейчас будет стрела. Сем, давай, яру. Кулдаун пока, пока. Кулдаун. Лоли, хорошо, Дримскуайл. У тебя нужно попасть. Сема. Попал. Роджер. И убьют Шачло. Да, по таймингу прям все сделали. Хорошо. Да, нормально. По очереди. Он бежал просто по прямой. Там дерево пыталось помочь как-то Левинг Армором, но не получилось. Да, и пак зарабатывает фраг, конечно, в это время в миде у Крейзи получается уже вынести себе Мидас с Мида. Вот сейчас у него будет Мидас. Вот буквально после этого крипа у него будет хватать денег для того, чтобы принести себе Мидас. И это будет Мидас на седьмой минуте, да. Очень хорош тайминга. Ну, это да, действительно, отличная просто игра сейчас от Крейзи. Подсобрался, подсобрался Крейзи. И будет сейчас продолжать доминировать эту линию, я считаю. Потому что здесь 27-3 пак и 33-17 просто инвокер. Седьмой левел у него. Пак тоже седьмой, инвокер сейчас будет восьмой. Восьмой, ну, там, пак бегал на топ, конечно. Участвовал в убийстве Кентавра, так что у него, блин, по-прежнему идет игра Коус против Пауэрэнджерс. Там уже 72-ая минута матча. Пауэрэ сражаются до последнего. Там Пауэрэ просто дурдом. Они уже без двух сторон каким-то чудом еще отбиваются, каким-то чудом еще держатся, борются. Для Пауэрэ это поражение станет четвертым и практически постоит хрест на их шансах на подание в плей-офф. Поздно схватились, очень поздно. Вчера надо было думать. Ну, пытается, старается, ребята. Удачи им там. Оттерянем атака под смоком от Дума. Подстоял Хакон, опять же, не сам удачный момент. Пришел он гангать, по таврам находится инвокер и не подойти. Ну и смог сейчас падет. Перемещают еще и другие персонажи. Вообще очень интересно. То есть топ-линию оставили в покое, что ли? А, нет, здесь Сёма за слэр. Да, там Сёма стоит, пытается фармить. Ну и Шачло он никак не мешает, в принципе. У Шачло восьмой левел имеется. У него тысячи четыре скоробой таггер в мидиа. На инвокера подожгли его, инвокер погибает. Или заденает. А, донайт, донайт, донайт. Виндекс. Не успел. Ну, Виндекс тут закрывает Хакон, он закрывает его от своего тавра как раз-таки. А, Глимс есть. Глимс свернули Роджера. Его не видят здесь. Ну и просветки, видимо, тоже нет. Потому что скастован вис от Мирана и нужно просто убить. Роджер уходит. Да, и это четвертый фраг для АВР. Никого не смогли убить Релакса и потеряли своего Суламидера. Ну, правда, через Дун, да не суть, важно. Снизу, видимо, дерево получает левел. Так что, в принципе, все окей. Луна прибежала в мид, ничего не получила. И получается, что все-таки... Хорошо так от АВР получилась. Да. Луна сместилась с мид. Да, есть Ринков Базилиус. ПТшечка имеется. Попытаются, видимо, спушить тавр Т1. Причем очень интересно, что они сделали это снизу предварительно. Забрав хотя бы там один тавр тоже. И это смещение в мид от Йоку, оно... Весьма сомнительное пока. В любом случае, выглядит так. Получает он каски. Роджер. Двоем всего лишь обороняются ребята из АВР. Нужна какая-то, наверное, помощь. Но заняты, заняты тиммейты. Да, на топе Сёма очень чем-то серьезно там занят. Шачло не дает фармить даггер. Ну, как не дает? Пытается не давать фармить даггер. В итоге у Шачло Крипстат топовый на карте. У него сейчас просто как-то слишком все хорошо. 44 на 1, в то время как у Патмы 30 на 6. Здесь как-то очень странно, когда Кентавр выигрывает линию у Патмы. Ну да. У Патмы, у которой, типа, должны быть два саппорта здесь на линии. Но даже без саппортов. С фейзами-то там хорошая анимация атаки. Как уж крипов не добивает. Стой и бей, да. Что еще нужно? Ну, что-то как-то не получается немножечко у Сёмы. Ну, опять же, мне непонятно, что здесь делает трипла у Релакс. Они там этот спушивают очень слабо. И вот выходит просто Дум, кидает Дум на Йоку. Ставит хороший Дримскойл. Хилл, Хилл, Санстрайк, развороти Дредд. Ну, один в один пока разменяли. Правда, Дредд, скорее всего, тоже погибает. Дредд тоже погибает. Здесь шейкер Шачлона Хакона. Хакон уходит. Хилл от Роджера и два в один. И опять-таки, удачно для Ауэр. Ну, на этот раз Крейзи был снизу. Крейзи единственное, чем помог, это дал Санстрайк. В принципе, помощи этой было достаточно. Так что неплохо, неплохо здесь Крейзи. Сравниваю счет, да, ребята, из Ауэр. Ну, вообще, ты был прав, да. Когда тут дабла, она очень жесткая, в плане того, что обхилл, ну, моментальный там, шикарный в замесе. Любого можно подхилить, себя можно подхилить. И чтобы убить противника, нужно очень много дэмэджа выписать. Бёрст дэмэджа причем. Ну, типа, бёрст дэмэджа пока релаксы не обладают. Да. Сёма. Сёма на подме. На топе мы видим, насобирался. Фойзы 200 голды, банка у него и базилка. Кентавр в миде до даггера 150 голды. Крейзи снизу 1500 уже после Мидаса. В лесах он пока тусуется. Ну, и по деньгам 10 минут прошло, можно представить, 3000 ведут релакс, 2000 ведут по экспе. Да, у релаксов действительно все намного лучше за счет этого очень раннего Мидаса. Ну, про луну трижды уже убивали. И вот луне, наверное, надо фармить, а не гонгировать, но они идут гонгировать. Вообще, топ-3 на творосах, как раз, да, в индивидуальных на творосах у релакс тоже все хорошо. Основные персонажи пока доминируют. Это, наверное, самое главное. Даже Йоку, который умирал три раза, вернул топ-3. Глибсонули, тем временем, пока вернули, хороший. Статик Шторм, Лолик без шанса, струлятся в таверну, гадку дался. Не прощают просто. Дредд, Шекер тоже был в миде, все остальные были тоже рядом с ними. Но в итоге на топе получает время поформить Сёма. Ну, да, снизу получает время поформить Крэйзи. У него 2000 голды сейчас почти будет, что очень даже неплохо. Ну, и Йоку продолжает в миде бить крипов. Но, опять же, очень такой сомнительный лейн для него на 11-й минуте, где постоянно будут дыхать Сивер, постоянно будут его гангать и сливать, конечно же, первым, потому что он пока слабенькая луна. Да, пока эта луна и не пытается стать сильной, пока мы видим, что эта луна, ну, это не мейн-кэрри луна, которая стоит обычно там и просто выфармливает, не знаю, огромнейшие тонны денег. Эта луна вот такая проблематичная очень. Ты можешь негативно сказаться на их игре потом, если Мирана выйдет с какими-то артефактами, а луна будет без этих артефактов. Будет не очень. Да, Патмана топи наформилась, тем временем, Брасер еще будет делать, понятное дело. Барабаны, да. И под смоком был из Катауэр, пошел Роджер вместе с Хаконом. Внизу, правда, никого нет, хотели они поймать Крейзи, но Крейзи уже предусмотрительно сместился в лес. У него два Фоджи Спирита есть, естественно, левел 11-ый уже. Крейзи 2 670 денег уже, не крадним кликом хочет купить. И вот, кстати, оп, застопились сейчас. Может быть, и понял Крейзи, что происходит, а может быть, нет. Так, Крейзи пока не видит, его тоже не видит и выходит просто в мид. И просто-просто убегает в мид. Ну, там вардец очень хороший стейп, на самом деле, ребята, за релакс. Так что, если заходите, то уже где-то между Т2 и Т1 тавером. Ну, да-да-да, вот, знаете, через этот вард, ты просто не заинтересовала, он скоро упадет. Он скоро упадет. Там осталось просто 5 секунд этому варду. Крейзи 2 800 снизу. Ну, думаю, не фармит и не получается сейчас никаких денег. 4 1 1, так и осталось у Хакона. Тратит свое время, находясь в чужом лесу и вообще ничего не делает. Санстрайк снизу, по дереву, соло фраг от Крейзи. Отличная игра. Просто калд снэп, два форги, да, и санстрайк. Она сейчас пытается на Крейзи напасть. Дум выходит, будет кидать свой ультимейт. Отлично. Роджер тоже рядом, должны быть каски. И сейф тп. Ой, хороший деф-вард, конечно, без шансов для инвокера, но может быть что-то получится. Ну и Винкс тут еще кучу дэмэджа получит, и еще 2 тп сюда летит, но правда уже убежал отсюда. Роджер, но опять-таки есть фраг, убили инвокера, который топ-левел на карте, которого все отлично, у которого там 3000 денег было, и Роджер отсюда убегает в инвизи подмейт. Отлично. Отлично. 8-7, а уэр не сдаются, а уэр... Ну, релакс сейчас не совсем понятно, что делать. Да, у них топ-1 на нетворса инвокера, у которого 2000 голды преимущественно над Луной и Кентавр, а дальше очень ровно идут все остальные игроки команды Ауэр. То есть они, в принципе, никто особо не фармит, но вот игры довольно веселые. Ну да. Ну, Даггер появляется у Кентавра, готов теперь врываться. В принципе, у Пака пока Даггера нет. Блин, за руны смещаться. Да, но Кентавр, как только получил этот Даггер, мы видим, перестал он стоять на этой линии, где ему было очень хорошо, начал он просто очень-очень активно бегать. Ну, вот так, самые... Некрономиконы появляются с первого уровня, пока у Крэйзи возвращаются, он тоже в мид, но, в принципе, с Крэйзи-то спушевый тавер можно, два Фуджа Спирита есть, будут Некрономиконы. Так, Мэро залетел в Шач-Лайн, в принципе, не особо важно. Готовы ли драться Эвер за этот тавер, вопрос. Ну, Дерево имеет Овергроу, есть у него левел седьмой. В принципе, здесь четыре игрока, это Эвер. Потянется слычевой Лолик тоже. С Даггером, кстати, он будет уже. Но тавер падает, глифа здесь нету. И Эвер. Так, Эвер, хорошо, в Йоку. Ну, и будет ли врываться? Ну, да, не думай, страшно врываться. Дерево пытается выхилить. Плюс есть ульт Кентавра, и, ну, вот тавер отдали. Прыгает Кентавр, и зацепляет Роджера. Там же Лолика поймали в сайдос, Лолика развалили. Роджера тоже просто в секунду, очень быстро все сделали, и при том, при этом всем Йоку не прожимал даже эклипс, так что вот тут тавер. Хорошо, еще один эклипс. И это все, мазеслэйр. Да, просто все релаксы подрались. Плюс тавер еще забрали. Да, очень четко все сделали здесь релаксы. Пятером собрались, и вот мы понимаем, что уже проблемы огромные у Ауэр, потому что там скоро будет второй и даже третий Некробук, и 11-й левел Кентавр. Суппорт и Дредд отыгрывает пока просто шикарнейший матч, 3-1-3 у него. Глифсы потрясающие, действительно. Ну и на 80-й минуте, наконец-то, Коуст Гейминг таки да, доносит команду Virtus.pro. Я смотрю, 79 минут 59 секунд, там уже идет игра. Стресса опять поймали, убили. Уже за Т2. Т2 надо тоже попытаться убить, там каски летают. Есть ТП сюда, Дредда будет цеплять. Дредд здесь погибает, скорее всего. Да, Дредд. Дредд, стой, отлично, и Дредд может жить, стрела. Если Дредд не поймает, ну Дредду нечем жить, и у него глимс только через 9 секунд. Там урна Magic Wand'ы, жить, Дредд. Давай, кинодикфилд поставить. Вот, хорошо. Стики, урна, бежать. Дума бегает сверху. Виндых хорошо перекрыл еще и глимсует. Глимсануть, да, а Хакон, Хакон до конца, Хакон, левелдесом не убьет. И Дума нету. Физы есть, конечно, здесь Виндекс. Дредд берет Винвиз. Отличные джуки от Дредда. Дредд, Дредд! Саленс, ты 90 хп остался, не видит его. Живее, другая! Ладно поставили. Эрол тут Виндекса. Ну, Виндекса убили. Но Дредд-то выжил, это главное. Да. Дредд просто сейчас такой. Вся жизнь перед глазом, действительно, да. Побег какой-то из Шелушенко. Да, очень серьезно. Ну что, да, выиграли Коуст. У них стало 5-2. У ПР 3-4. Там очень-очень-очень долгий матч. Из-за этого немножечко матчи на третьем-четвертом стриме у нас задержались. Но в любом случае сейчас продолжатся игры там. И будем мы с вами смотреть за теми матчами на правильных стримах. Так что, возможно, у нас будут маленькие дилеи. Но. Пак! Лолик очень опасно играет. Пытается уйти. Глимца нули, увернули. Лолик, конечно. Статик Шторм сверху. Санстрайк не точно. Это, в принципе, не важно. Виндекса переговорил. Пака, конечно, контрит. Дредд просто полностью Статик Штормом. Вообще не дает толком ничего сделать. Да и вообще, к Дредду вообще пока претензий нет никаких в матче. Прям отлично отыгрывает. Видим, 7500 ведут по деньгам, 5000 по XP. Ну и релаксы-то красавчики. Да, вообще в этой карте неплохо смотрятся, на самом деле. Хоть и ВР может быть и не самый сильный соперник, но, тем не менее, исполняют релаксы то, что должны исполнять. То, что должны делать и герои. Они все делают абсолютно. Перемещаются на топление. Сейчас, конечно же, будут спушивать линейку Т1 ТВ. В частности, на топе Тавр может просесть. Там Пит. Тем временем поймали Роджера. Роджер опять подставляется. Санстрайк сверху накрывает. Фисурочка пошла. Еще пару плюшек. Видишь, живет очень плотно. Вот живут очень плотно герои. Как бы, ну, тяжело их убивать. Но все-таки дэмэджа хватает у релаксов. Релаксы разыгрались немножечко уже в этом матче. И уже как-то более уверенно они все делают. Нападают, там не особо тупят, не тянут. Ну, просто у них все хорошо. Так, пока проблем никаких нет. Ну, вот и ВР. Пробуют ли что-то придумать. Ну, понятно, что их лейт, в принципе, тоже слабее. Поэтому им сейчас важнее, наверное, подраться и пытаться в драках как-то выигрывать. Да, ну, вот когда у подмыв из-за и барабаны на 20-й минуте, это, наверное, немножко не очень. 55 крипов убитых. В то время как, ну, блин, да. У трех героев команды релакс побольше. И Глимс опять лолика. Кстати, к шторм. И санстрайк. И до свидания, лолик. В очередной раз. Какой раз, я уже не знаю. Лолик пятый раз уже погибает. Дред его полностью контрит. На Сему побежал. Йоку ультовать. Но пока он не ультует, ждет, пока в него, может, какой-то дум бросит. Там Мекки нету еще. Нет, Мекки нету, стоит третий Некра, который пока не вызывает. У нас Крейзи. Тавр и без этого упадет. Да, но Т3 оставляет сразу. Гоу-гоу-гоу. Ну, вряд ли. На Т2, я думаю, в медиа еще пойду. Ну, да, конечно, лучше справа внешней ТВ-раси посносить. Ну, и там Йоку, кстати, выфорнил себе БКБшечку. Хотя. Смотри, действительно, сейчас будет с Некрономиконами с Хайтом. А что бы и нет. Смотри, пошли Некра. Сыч Крип есть. Есть еще Ириков Базилиус. Шейкер дал какой-то отличный стан, просто феноменальный. Глифа-то нету. И пытается, пытается. Сейчас Релакс зайти-то на Т3 по прямой. Крипов нету. Так, со спины. С Поку. Кто там со спины? Кто там со спины? Там Дум и Вич Доктор. Они сейчас будут нападать. Он не знает, кого даже поджигать здесь. Кентавра, Шейкера. Кого тут поджигать? Инвокера смысла нет поджигать. Этот с руки напиливает и так неплохо. Тавр падает. Лольк, ворвался. Трем скоро по двоим. Хорошо заходит стресс. Дал Лич Сид. Там Пит пошел Лолик один. Остался. Ничего сделать не может. Но есть и невиз. Вот просветили. Просветил. Крэзи, кстати, получает. Да, Крэзи вообще пофиг. Он под тремя квасами. У него... Он просто регенится. Его Дум тупо не дамажит. Ой-ой-ой. А вот ульт Твич Доктора дамажит. Очень даже плотно. Крэзи нас били. Убили инвокера. Потеряли там Луну. Шейкер ультанул. Все. Сема страйк. Сема вернули. Сема. Все-таки выжил. Ну это два в один. Луну убили. Ну, неплохо. Ну так, да. Но Т3-то сейчас добьют. Они никуда не собираются уходить. Там Некра скоро откуда унится с такими темпами. Глип, правда, уже есть. Надо бы его юзать. Там страйк, кстати, давал ульту. Он вообще никого не попал. Он прям что-то на своем ХГ его скастовал зачем-то. Не получилось. Ой, закрыли Хакона. Сайлент. Хакон. Кинедик Филде прыгает. Шачло. Минус Хакон в секунде. Отлично. Дредд опять. Дредд и Винкс тут, конечно, нормально так отыгрывать. Но вот сейчас решили уйти. Но убивали и так достаточно. Решили все-таки отбежать отсюда. Эро залетает. Крэзи-то можете подстрять. Каски залетели. Крэзи. Откидываются. И вот здесь. Еще дерется дредд у нас. Дредд уходить, наверное, от 1 остался. Да, да, да. Я тоже так думаю. Первый Удор и Ставерн. Но Йоку уже пришел. Йоку помощнику. Нульту свою не кастовала. БКБшечку у него сейчас будет. Так. Кентавр дал ульт. И все-таки решили убежать. Йоку пытается в мид куда-то. За деревом. Дерево и 2 живое. А где Санстрайк? А, Крэзи-то верно сидит. Ай-яй. Байбэк Санстрайк, давай. Я знаю, ты можешь. Да-да, денег у него там вообще миллион. Топовый по Нетворсу, на самом деле. Еще из пятерки топ-5 героев по Нетворсу. Четыре игрока из Релакс. Сильно. Вот, Йоку-Йоку. Нашел же цель. Ой, Лолик. Опять развод какой-то. Хорошо. И вот он ультимейт. Роджер. С нейтралов. Нет, у Йоку приговаривает. Бимами. Ну, Йоку зарабатывает для себя третий фраг. 3-4-7 пока у него. Стрела. Не долетела. Так, по деньгам за это время. Ух, уже 14 тысяч. И 10 тысяч экспы. И Дредд покупает Даггер. Ну, все теперь. На миллион рейдзин. Дредд сейчас под Мудо гонит по Нетворсу. Ему осталось там 800 голды. Все у него будет хорошо. Да, напомним, что Мират у нас была в Хартере Герои. По сути дела, с легкой линией. Тем временем, на четвертом стриме все-таки с практически полчасовым опозданием начался матч Митью Мейкерс против Мауз. Из-за того, что очень долго длилась игра ПРов. Так что, там маленький дилей. Но в любом случае, есть там зачем смотреть. Так, в Эрте время пошли под инвизами раны. Эролд залетел не точно. Хочет нас изулетануть. Дерево. Ой-ой-ой-ой. Какой дредд? Дави их всех. Да ты что, дредд? Какой дэмэдж? Вот это да. Мама, родная, вот это момент. 22-ая минута. Дредд из бэк. Подловил, просто подловил. Выбивай своего, ты видел? Видел, как они его динайли всей командой. Вот это я понимаю. Дредд из бэк. Дает жару. Шикарнейший момент. Лучшая игра, по-моему, за эту квалификацию от дреда. Просто лучше. Да, дредд просто фантастический матч показывает. Виндекс ультанул под Т2 тавером, просто не в крипов даже. Ну да, у них уже веселуха, по-моему, в крипте началась. Это получает действительно какое-то жутчайшее удовольствие от этого суперматча. Ну и Рушекер покупает себе шадом амулет, кстати. Так вот, внезапно. Ну и Йоку зашел уже на Т3. Грызет его, не хватает здесь Крейзи своими. Форр спиритами. А Крейзи у нас нижний лейн нас пушивает. А Т2 таву уже снес. И там Роджер спятался. Очень-очень опасно. В миде те времена ставится кинетик филд. Йоку поймал Эрроу. Ну и, конечно же, Лолик его не будет прощать. Фиссурка отрезал дорогу. Хорошо, здесь индекс. Йоку все-таки добили. Ну и Крейзи. Там индекс огромной проблемы. Индекс. Стоит, 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 103. Все, там амулет же тащит. Ну да. На него тикает просто все, побежал. Лотар, Лотар у него уже. Теперь можно бежать нормально. Там санстрайка одного убили Роджера прям. Вся полоска хп ушла в никуда от Крейзи. Один санстрайк. Сколько там дамеджа? 475 чистого дамеджа. У вичток, которые бедняжки, там хп-то 700 всего лишь. Да, ну и не донесли. Мид лейн, опять же, тренд есть, поэтому он обхиливает и три товара, если сносить только в один заход. Не получается пока это сделать у релаксов. Ну, еще в одну пачку некрономиконов или хороший файт минус 5, и можно будет сносить. Но пока ждут. О, дезолятор появляется все время у Крейзи. Это вопрос о том, как нужно быстрее сносить товара. Да, 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 это абсолютно верное решение. Некротрит, изолятор и поехали. Сейчас можно действительно идти по какой-то линии и пытаться закончить. Я думаю, возможно, так и будут делать, ребятишечки из команды Релакс Юрдуин. Ого, Луна покупает себе даггер. У нас с даггером, поехали просто. Элитная дотка. Просто фантастика, да. Лотару Шейкера, Луна Дезраптор Кентавр с даггерами, с дезолятором Крейзи. То, что надо просто. Кстати, параллельно это ХХ Юнайтед на втором стриме выигрывает у Некст КЗ. Ну там фантастика. Некст КЗ, по-моему, тоже потеряли свои шансы уже. Да нет, ну еще у них там еще что-то было. У них там 3-3, по-моему, было или... Ну уже, да, уже потеряли, наверное. Опа, подсмоком. А так еще раз Дредд поставит ли? Нет, Сайленсом накрывает его здесь Лолик. Усам улетает и ровни куда, потому что тут БКБшка Йоку. Дредд живой. Ой, это хорошо, думаю, накрыли Йоку. Йоку не может не доносить. Ну, Йоку в БКБ все равно, это хорошо. Дредд прыгнул. Так, Дредд Сайленс на Хакона ставит. Нету Кинетик Филда. Сейчас Кинетик Филд возвращает Хакона туда. Как же горит тут Хакон. И Дредд его просто в соло валит. Луна дерется до конца. Дредд с Хаконом. Тут же пак. Дредд есть Мека. Дредд на развороте. Еще один Кинетик Филд. И Хакон застрелит в этом Кинетик Филде. Дредд на развороте. Мясает ли Дредд? Ну, Дредд добьет. Да, Дредд. Доминейтинг. Почло уходит отсюда. Кишки мяса 2 в 2. Да, 2 в 2. Действительно. На топе там Крейзи снес эту сторону в это время. Да, Камандорелакс. Отвлекающий маневр. Крейзи просто знает, что нужно делать. Что значит отвлекающий? Это Дредд побеждает. Алло. Крейзи на топе. Крейзи бежать. Дум за ним, который сделал бай-бай. Крейзи в инвиз. Шейкер стан. Дум. Дум. Дума сейчас надо убивать. Сейчас придет Дредд и всем гоплык. Сейчас Крейзи у него сфера откатится. А, вернул он Пака. Вау, Крейзи выходит из инвиза. И моментально обыграл Крейзи. Не по шансам все-таки вылез. Я думал, он сможет здесь что-либо сделать. Крейзи просто в четверых решил выйти. В пятерых прям, да. Крейзи бай-бэк. Бешеный Крейзи. Сразу бай-бэк и не сдаваться. Поехали дальше еще раз. Конечно. Мстить. Только до конца. Дредд, кстати, поинтбустер 2 500, между прочим. У него аганимно подходит в 26 минуте. Как же он будет сейчас с аганимом это все разваливать? Это мама дорогая будет. Потому что ПВР вместе держались рядышком прям. Чтобы прям можно было хороших этих шторм поставить. Еще один. Хайлайт сделать. Ну и по виду идут у нас ребята из Релакс. На топе не хотят они здесь допушивать бараки. Но там опять же тренд все захиливает на полную. О, Дакон от Шачло. Вот это вот элитно уже. Да, да, согласен. Дагон на Кентавре это то, что надо. Ну и мы ожидали, что будет... О, Йокус, блинка на хайграу получает Doom. Хакон. Хакон умрет ли? Дредд. Дредд спляет Хакона. Его выхиливают. Хакон по-прежнему живой. Возвращает его Дредд. И все-таки Хакон здесь погибает. Вот Дредд. Мега килл Дредд. Шачло минус Лолик. Соло, да. Лолика просто проговорил. Роджер бегает лолик. Винкс в инвизии. Тут стоит варк. А и разбежались противники. Понял его, что видят. Йоку. Опять брюнкуются. Там дерево. Деп вард был 0,6 секунд от Роджера. Потому что фисурка залетела сверху. И сделают. Парни из... Relax. You're doing fine. Мега не пускает крипов вообще никуда. Только фисурку положил хорошую. И себя отрезал свои... Ну и ГГВП. И ГГВП, да. ГГВП. Заслуженная и очень крутая победа Андрея Дреддисбека Голубева. Изи. Это просто сейчас вот так по лицу всем, кто писал, что Дредд плохо играет. Что Дредд что-то там не хочет. Просто Дредд взял и... И все. Растерзал. И растерзал. В салат. Красавчик Дредд. Красавцы Relax. Спасибо им за интересные темп билды. Спасибо им за интерес... Спасибо и одной второй команде за интересную игру. Да. В тяжелейшем противостоянии. Они показали... Пришел и сразу троллить давай. Интересные темп билды. Нью меты и прочие. Не, на самом деле. Но я не знаю, что про эту игру... Анализировать вообще, по-моему, бесполезно что-либо. Да, нет. Попытаться можно, конечно. Но когда ты видишь эти айтемы и думаешь... Ну... Ну ладно, хорошо. Серьезным лицом можно оценивать догон на Кентаври, например. Как? Вот так вот можно? Так же, как даггер на Луне. Даггер на Кентаври? Это же увеличение бёрст-дэмэджа. Можно сливать сразу пака, если прыгаешь с даггера. Не, на самом деле, какое-то странное решение от Виндыкса и... Странное решение от Виндыкса что? И от Крэйзи не собирать даггер, когда вся команда уже пошла в даггер. Почему не сделал даггер Крейзи? Почему не сделал даггер Виндыкс? Я согласен. Действительно, тимбилдинг вообще никакой. Я думаю, после квалификации будет серьёзный разговор с этими двумя игроками на тему того... Ну, ты бы кого выгнал за такое? Ну, наверное, Крейзи. Крейзи и Виндыкс. Крейзи собирал что-то абсолютно не то, что другие. Не было даггера у двух героев. Я не знаю. Выделился из общей серой массы, из этой толпы, да. Хоть серой массы, да. Ну, что за человек, вот я не понимаю. Есть вообще вариант, что Йоку просто всех кикнет и наберёт себе нормальный состав после этих квалификаций. Ну, кто его знает. Я не знаю, Ваня, что ты очень хорошо разбираешься. Нет, но Йоку очень перспективный, на самом деле. Если вот серьёзно говорить, без шуток, то Йоку очень перспективный игрок. Как Керри, он очень сильный. Я бы сказал, что у меня аналогия реально с Сайлентом, такая подрастающая звезда. Тоже сначала был не на своей роли, а когда с Володей играл на миде, он стоял, там не зашло у него не очень. Я помню, как вы его ещё... Нам показывает почему-то Лолика. Да, который не Йоку совсем. Так вот, да. В общем, в общем, в общем, Йоку. Тоже стоял на миде, тоже через Вавана прошёл, и вот теперь начинают играть очень хорошо. Я думаю, после этих квалификаций в любом случае его заметят. Ну, то есть, я думаю, его заметили уже давно, просто его позовут в какой-то коллектив после International, который там развалится. Я на самом деле не удивлюсь, если этот товарищ Virtus.pro пойдёт. Ну, в принципе, что-то плохого по поводу него сказать я как-то тоже не могу. Типа, ну, нормально, чувак играет. Он хорошо, он очень хороший керри, он очень сильный керри. Он очень подстраивает ситуацию, всегда хорошо в каждой карте. А это билды специальные делает ещё и мувы такие тоже очень интересные. Ты вот сейчас опять вот это вот... Нет, я сейчас, кстати, вот я сперва удивлялся, там, зачем, например, нужно было эти перемещения ранее в мид, но всё было, в принципе, понятно. То есть, они сразу добили противника, они показывали то, что они не будут давать свободного фарма, например, для ребят из AWR. Ну, и что 31-15 получился общий у нас результат. Ну, 224 крипа добили AWR. Это суть не в этом. Турниру таблицу обновлённую можем ли мы посмотреть после этого матча. Также с учётом матча Coast против Power Rangers, который закончился с огромным опозданием, но всё-таки закончился в пользу команды Coast. Мы видим, что 5-2 у них. И у PR-ов 3-4. Ну, и PR-ы, наверное, всё. Ну, хотя нет, если PR-ы выиграют два последних матча, давайте сейчас попытаемся посчитать. У PR-ов против AWR. Так. Это, ну, считай, победа. Ну, вообще, да. И против ROX. Против ROX там игра. Я просто сейчас смотрю, там ещё NXT сливают каточку. Да, NXT у хе-хе сейчас там решили проиграть почему-то. Тут уже четвёрка, вот которая верхняя, она уже ясна, кто пройдёт, кто не пройдёт. Типа у X-Game будет 3-4. Потом у них ещё, по-моему, игра с Maus. Да-да-да. И с MMC. Ну, короче, просто все соперники Virtus.pro сами по себе отваливаются просто. И Virtus.pro вполне со статой 5-4 спокойно пройдёт. Да. Русский Витязи. Что тут ещё можно сказать? Просто... Ну, если у них, опять-таки, будет 5-4. Да. Если же у них будет 4-5. Да. И у NXT будет 4-5. И PR будет 4-5. У NXT Z вообще... И Relax выиграют два последних матча. У NXT Z сейчас будет... Так-так-так-так-так. У NXT Z будет сейчас 3-6. Смотри. 3-6. Смотри. Так. Смотри. Так, смотрю. Хорошо. NXT Z сейчас проигрывает у Хе-хе. У них 3-4. Потом они проигрывают у Relax. У них 3-5. В последнем туре они проигрывают у Kost. У них 3-6. Хорошо. Отлетают, да? Так. До свидания. Virtus.pro, например, выигрывают... Ну, проигрывают у Maus. Да? И проигрывают, например, у Хе-хе Юнайтед, которые сейчас фанятся. Ну, допустим. У них 4-5. У них 4-5. У Power Rangers сейчас 3-4. У них игра против ROX прямо сейчас будет 3-5. Так. Смотри. Потом против AVR. У них тоже 4-5. Я бы сказал 3-6. Так как AVR подгазовали. Допустим. 4-6. Окей. Даже 3-6. Если проигрывают у AVR. 3-6. У Relax же игра против казахов, которые мы уже сказали, они выигрывают. И у Relax игра против Meet You Makers. И у них тоже 4-5. Три команды там, получается, за 3-4 место. И причем, если Ваня говорит, что AVR, если еще выиграет, то у нас получится, что у двух команд 4-5. У Virtus.pro и Relax. И Virtus.pro и Relax играют в переходной матч. У Relax все шансы впереди. Алло. А что тут я нереального сказал? Нет. Расклад такой возможен. Все. Релаксом надо выиграть у казахов и у Мум. Они что, не выиграют у Мум? У Мум. Тут вообще полный нежданчик, на самом деле, в этих матчах. Нет. Я на полном серьезе. Если ВП проиграет у ХХ Юнайтед, то Relax попадает в переигровки. Да. Но при каких-то раскладах, да, получается. Хорошо. Хорошо. Попадает. Так что, да, это еще покажет. А там 4-го места на позитивчике, потом в лузерах. Да, просто давить, давить и побеждать. Все нормально. На Интернешнл, а Егис над головой поднимает. Да, Егис уже Йоко поднимает. ХХ Юнайтед выигрывает 10 тысяч голды, 12 тысяч экспы у казахов. Они, скорее всего, эту игру выиграют. Ну вот, да. И ХХ Юнайтед перед последним туром будут иметь 3-5. И им надо будет выиграть у Виртуз Про, чтобы тоже попасть в переигровки. Господи, Иисус. И это будет просто решающий матч для ХХ Юнайтеда, для ВП. И поэтому ХХ Юнайтед будет потеть. И Релакс получает шанс на топ-4. Выходит с четвертого места. Завтра во втором матче просто берут Дреду опять Шейкера. Выигрывают просто в первом матче лузеров у Колст. Там Мауза унижает Роксов. Роксрина Дизморали. С утра Дредд из бэк. Вперед. Убивает Роксов. Сиэтл. Это какая-то тяжелая наркомания. Это очень тяжелая наркомания. Это даже не Диземор. Это даже не крокодил. Не, но зато в начале сегодняшнего дня мы об этом даже думать не могли. В принципе. А сейчас какие-то расклады возникают. Это вполне реальные расклады. Это не какая-то супер нереальная фантастика. Это простой, возможный уже расклад. То есть, why not? Ну, посмотрим, посмотрим, на самом деле, как все будет. Это Ваня ненавистник релакса просто. Я не... Может, ты русских ненавидишь? Да, ебать. Ну, на ножи, я не знаю. Ну, блин, мне просто хочется, чтобы у нас к последнему туру было весело. Чтобы вот началась вот эта вот катавайся. Чтобы были переигровки, в конце концов. На последней квалификации можно. Да, почему бы. Да, на трех можно было, что бы на этой не сделать. Нет, ну на тех еще как-то так, терпели. А тут весело. Не, ну, посмотрим. Я думаю, просто хихе сейчас полные хихи. Они... Как они могут проиграть в Virtus.pro? У меня пока... Ну, подожди, смотри. Хихе выиграли в Virtus.pro. Точнее, как выиграть они могут в Virtus.pro? А потом у них еще игра с Moom и с VP. Они в натуре могут. Мы вчера, вы видели, как они у PR выиграли. Они просто пошли и выиграли. Взяли дерево с виспом в чужой лес и все. Бешабашные ребята. Да. Они вообще никого не боятся. Ни бога, ни черта, ни советской власти. В атаку и все. Сволочь. Ладно, в любом случае, ребят, сейчас прямо на втором канале продолжается трансляция матча X-Game против ХХ. Там концовка уже игры. На третьем и четвертом канале у нас были маленькие дилеи из-за затянувшейся игры Coast против PR. Поэтому RockSkiss против PR только-только начали. Moom против Maus тоже только-только начали. На нашем же стриме следующий матч будет Virtus.pro против Maus. Вы здесь видите. Ну и понимаете вы, что эта игра тоже может начаться с маленькой задержкой, если Moom Maus игра затянется. Вообще, до этого матча еще полчаса. В принципе, я думаю, что Maus'a Moom за полчаса эти закатают. Но там, там, опять, что Парижный Миран и тролль появился. Вот тот самый тролль, который против Нацико заезжал. Вот прям... Боже, этот пас еще и живет. Господи, что он творит? А, там уже 4-0, я понял. Он сейчас еще дерево убьет. Смотри, сотри, сотри, сотри. Пас! Смотри, сотри, 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 сотри. Ай, нет, не убил. Ну, тут дерево погибло. Он зажал дерево, да, и поэтому... А, не нужно распускаются почему-то. Что-то они боятся. Ну, страшно, страшно. Да, там интересная игра, опять-таки. Переключайтесь. Второй, третий, четвертый канал. Смотрим матчи. И возвращаемся на первый канал. Ну, и юзаем, конечно, на мультитвич. На матч Virtus.pro.maus. Очень интересный матч. Матч жизни для Virtus.pro. Скажем так, нужно будет им 100% выиграть. Продолжение следует...